Дорогие друзья, это опять я, доктор Боровских, я в студии радиоподвижник. И сегодня я не один. Я пригласил сегодня к нам в студию поговорить, пообщаться, вместе поразмышлять. Православная священника, отца Сергия Шумкова, с которым мы уже много лет дружим. И даже у нас есть какие-то общие благодарительные проекты у Врачебно-Профессионального фонда «Подвижник», которым я руковожу. И у православного прихода святого князя Владимира, где отец Сергий является настоятелем. Почему я его пригласил? Батюшка уже много лет окормляет военный госпиталь, в котором сейчас, после начала специальной военной операции, появляются наши бойцы, которые получают ранения на полях сражений. И батюшка в силу своих должностных обязанностей имеет возможность вживую пообщаться с этими ребятами, позадавать им вопросы, многое узнать, чего нам, простым смертным, знать пока не дано. И вот поэтому я хотел сегодня ему позадавать несколько вопросов. Я думаю, что и для вас тоже это будет интересно. Именно об этом, ну и вообще поговорить о том, что вокруг этой спецоперации сейчас происходит у нас в обществе. Батюшка, сколько лет вы уже окормляете этот военный госпиталь? Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. Пятый военный клинический госпиталь Росгвардии, раньше он назывался госпиталь внутренних войск, окормляю уже 11 лет. Вот как раз в этом году осенью исполнилось 11 лет. О, уже 11 лет. И то есть то, что происходит вот с начала специальной военной операции по сей день, это все происходило на ваших глазах, да? Ну, можно сказать, что да. Вот когда там появились первые раненые? И вот мне просто как врачу интересно, каков преимущественный характер ранений был? Ну, раненые появились практически сразу после начала специальной операции. Я не помню день, который первый раз я туда приехал, когда меня позвали. Вот информация есть в открытом доступе. Я официально ездил и служил панихиду по усопшим военным. Служил молебен о здравии. И вдохновлял, пытался как мог, да, укрепить всех ребят, которые прошли вот это вот очень неожиданно для них такое вот начало специальной военной операции. А в чем была неожиданность? В чем была неожиданность? Ну, наверное, никто не думал, что она будет развиваться именно так. Вот в первые дни, к сожалению, понесли потери. Это общеизвестная, общедоступная информация. К сожалению, она была как снег на голову реально. То есть людей накрыло. Вот в первый день колонны, многие подверглись артобстрелам, засадам. Вот по каким-то причинам действовали, ну, не знаю, мягко скажем, непрофессионально. Да, ну, досталось нашим ребятам, да, в первое время вот в госпитале оказались те, кто выжили. Вот как на их морально-нравственном состоянии сказалось вот это начало спецоперации, как она проходила? Те, кто впервые приехал на специальную военную операцию, то есть это были первые ребята, которые попали как раз вот в эту заваруху, вот, они, конечно, были растерянные, они еще толком не успели не повоевать. Ну, представьте, да, приехали, сутки ехали, и вас накрыло. Вот с теми ребятами, с которыми я общался, вот, а пришло там более ста человек на встречу, обычно никогда столько народу не набиралось. Вот, ну, приходило там человек пять-десять, то есть. На встречу с православным священником в госпитале, да? Да, на молебе на здравие, например. То есть, я периодически приезжаю в госпиталь, вот, раньше приезжал раз в неделю, сейчас в силу загруженности, там, приезжаю два раза, может, раз в месяц, вот, проходит объявление, что приедет священник, и собираются там, несколько ребят приходят, там, мы пообщаемся, послужим молебен, поговорим, отвечаем на вопросы. А тут пришел практически полный зал, полный зал в клубе, так называемом, вот, и видно, ребята, что, ну, потрепанные, то есть, они уже прошли первичную, как бы, медицинскую помощь, а тут они уже на реабилитации, и видно, что люди что-то начали понимать, что ли, как-то, да. То есть, это уже не просто ребята, которые так зашли просто посмотреть на батюшку. Ну, госпиталь тыловой, то есть, они уже где-то острый период пережили, а здесь они уже приходят в себя, окончательно залечивают свои раны. А характер ранений, в основном, какой? Можно узнать? В основном, осколочные, вот, осколочные характер ранения, это все сейчас об этом говорят, процентов 90, наверное, 5, вот, все остальное, это уже пулевые, там, режущие, какие-то колющие, поэтому, ну, были и пулевые, то есть, вот, парня насквозь пробило снайперским патроном, вот, он чудом выжил. То есть, отдельная вообще история, как я вот ее рассказываю людям, мне говорят, ну, вот... Ну, расскажите нам. Значит, не буду называть там фамилии, названия. Да, значит, военнослужащий наш перед отправлением непосредственно за, так называемую, ленточку, заехал в православный храм, далеко не сразу нашел открытый православный храм, чтобы купить крестик и иконочку для машины. Вот, с третьей попытки он в закрывающийся храм забежал, ему чуть ли не подарили эту, там, иконочку и крестик, вот, он ее в тигр машину военную поставил, и поехали они. Ну, вот, проехали они сутки, и накрыла колонну, попала в засаду, начали расстреливать их, вот, и много потрепало машин, много потрепало людей, вот, а его машина была, ну, просто не тронутая вообще никак, хотя он ехал практически впереди, вот, и он видит, понимает засада, вот, что-то надо делать, надо как-то отступать. Вышел из машины, сошел с дороги, по зеленке, пошел, подорвался на растяжке, то есть, было приготовлено место, все уже, то есть, их ждали уже заранее, вот, подорвался на растяжке, ну, слава богу, там его, конечно, посекло, но он говорит, идти могу, иду дальше там с ребятами отступающими. Тут снайпер насквозь пробивает плечо, падает, понимает, что уже много крови потерял, с такими ранениями сложно передвигаться самостоятельно, его подхватили, тащит меня, я понимаю, что все уже, кровь уже убывает, давление падает, руки, ноги начинают холодеть. Вспомнил, что у меня есть крестик, взялся за крестик, начал просто своими словами как-то молиться, и говорит, ни с того ни с сего какой-то прилив сил, ему еще не успели поставить никакие уколы, даже не перебинтовать, просто чувствую прилив сил, как будто адреналин какой-то вкололи или еще что-то. Начал чувствовать конечности, начало какое-то горячее, живое состояние тела, его притащили в конец колонны, посадили в бронированный Урал, вот, там, по-моему, даже не успели перебинтовать, его быстро отвезли там на какой-то перевалочный пункт, там его перебинтовали, посадили в БТР, и 36 часов везли обратно на территорию России в госпиталь. Вот, при этом он истекал, реально, говорит, кровью, не сомкнул глаз, и чудом, говорит, вот я держался за крестик и молился. Потом он уже узнал, что все это время его жена дома каким-то тоже непонятным способом чувствовала, что это, что с ним происходит, и кричала, вот, билась в истерику, говорит, только живи, молилась, говорит, только живи. И, когда привезли его к врачам, говорит, ты вообще кто такой, говорит, как ты выжил? Да. Вот, и после этого, спустя вот уже несколько недель, он уже стоял передо мной в госпитале на широкой речке нашей, вот, и зажило, говорит, все как, вот, я не знаю, каким-то чудом все зажило, он пришел в себя, и собирался уже обратно ехать, как он сказал, мстить за своих товарищей. Потрясающая история, батюшка. Ну, хорошо, а вот те ребята, которые там в госпитале, вот тогда, в начале спецоперации, с каким настроением они ехали на эту операцию, и как изменились представления о том, что происходит, когда они оказались в госпитале? Ну, я думаю, что, я их не видел перед самой, перед самой началом спецоперации, но я думаю, что настроение, конечно, опять же, по их словам, было такое победоносное. Боевое. Боевое, да, все думали, что сейчас мы приедем, всех победим. Им никто, как правило, не молился, вот, за редким исключением, да, никто не обращался к Богу, вот, но потом, когда они прошли вот это все, увидели вживую, да, как правильно говорят, что когда начинают свистеть пули, то неверующих людей уже не бывает, вот, на войне неверующих нету. Тогда у людей что-то начинается откладываться в голове, они понимают, что в любой момент они могут предстать, там, перед Богом, или как они себе представляют эту, да, вечную жизнь. Мы не знаем каждый. Но вот люди уже совсем по-другому начинают смотреть на реальность. Слушайте, батюшка, ну вот смотрите, сейчас в стране объявлена мобилизация, уже мобилизовали достаточно большое количество молодых людей. 200 тысяч человек. 200 тысяч человек. Ну, информацию с полей сражений, наверное, получают все, и все понимают прекрасно, что там такого Блицкрига никакого нет, и что, вероятно, придется по-настоящему сражаться. Вот из мобилизованных молодых людей кто-то приходит, они или их родители к вам обращаются с какими-то вопросами? — Обращаются, к сожалению, очень редко. Вот за последнее время я, может быть, ну человек не более 10 я встречал, в основном это родители, конечно, это родители, жены, тех, кто уже уехал или тех, кто собирается уехать. Вот буквально в воскресенье ко мне подошла мама будущего военнослужащего, которая мобилизирует, говорит, можно я приведу сына своего? Я говорю, конечно, вот надо ему обязательно исповедовать, сопричаститься. Она говорит, наверное, ему пока рано. Я говорю, ну вот приходите в понедельник, говорит, буду после исповеди общаться с людьми, как обычно это бывает. Они пришли, вот дождались меня, пока я всех исповедовал, подозвал этого парня. 29 лет, ни семьи, ни детей. Видно, что ему все это не надо, что ему неинтересно просто. Тут неинтересно, он просто пришел, но раз мама попросила, видимо, чтобы не расстраивать маму. Я говорю, крещеную. Он говорит, вроде да. Причащался, когда исповедовался. Я говорю, нет. Я говорю, а в Бога-то верите? Говорит, ну вроде бы как-то так. Вроде бы и да, вроде и нет. Я говорю, вкратце могу рассказать вообще, чем мы тут делаем, чем занимаемся, для чего все это надо. Говорит, надо. Ну, расскажите, говорит. Я минут 5-10 рассказал самые элементарные вещи. Говорю, ну что-то поняли, какие-то вопросы, там, может быть, в чем-то раскаяться захотели. Говорит, нет, вопросов нет, каяться ни в чем. Не хочу ничего. Я говорю, ну, помогай Господь. Я говорю, вот, ни одного уже товарища похоронил, к сожалению, в результате всех этих военных действий, спецопераций. Говорю, на войне неверующих нет, вот молитесь, помните, что Господь всегда с вами. Он как-то немножко поменялся, так уже вижу, что что-то заинтересовался. Вот немножко у него такое представление какое-то, видимо, появилось, что там люди погибают, умирают. Я говорю, ну вот кто с крестиками, там, кто молится, их Господь реально сохраняет, защищает. Ну, это объективный факт, да, вот я вижу таких людей, которые вот вцепили свои крестики, и кроме этой веры, они понимают, что больше им зацепиться не за что. Там, ну, когда она тебя расстрелит в упор, там, с гранатометов, там, да, артиллерии накрывает, там, твоя броня, там, твой бронежилет тебя не спасет, конечно же. Вот, и он немножко задумался, но пока так ничего и не покаялся, пока, по крайней мере, при мне, не знаю, что у него там в глубине души. Ну, вот, видимо, нужно людям пройти вот все это, чтобы понять, что, ну, дальше так жить нельзя, что вся эта вот безбожная жизнь, к сожалению, привозит людей и весь народ к таким серьезным потрясениям. Поэтому на все эти ситуации я смотрю очень оптимистично. Я вижу, что Господь посылает это нам для нашего спасения. Как бы ни было больно, как бы ни было тяжело, Господь понял, что дальше нам жить так уже нельзя. Вот, и поэтому очень положительно отношусь ко всем. Ну, и к самой мобилизации, я так понимаю, Батюшка. И к самой мобилизации, да. Пока еще далеко не все поняли. Вот, в храмах людей не битком, даже до пандемии еще, наверное, было больше людей, чем сейчас. Вот, потихоньку начали немножко думаться. Ну, в первую очередь, это вот родители мобилизованных, родители и супруги. Вот, сами мобилизованные, сами население, которых это еще не затронулось. К сожалению, пока не поняли. Я вот не знаю, что должно произойти, чтобы люди поняли. Опять до Москвы, что ли, нужно дойти врагу, чтобы люди затумывались. Ну, вероятно. На мой взгляд, я не знаю, как вы думаете, но вот на мой взгляд, мы еще в самом начале этого пути. И где-то там вдалеке, может быть, что-то и просвечивается, какой-то свет в конце тоннеля. Но вот в духовно-нравственном отношении, конечно, наше общество еще очень далеко от того состояния, в котором побеждают, от того состояния, когда Бог становится на нашей стороне. Для нас с вами очевидно, что побеждает тот, с кем Бог. А мы видим, что да, вот там, когда человек оказывается в самом пекле, он действительно сразу прозревает, и он понимает, что ему не на кого больше надеяться. Так ведь это и раньше было, ему и раньше не на кого было надеяться. Только когда он жил здесь, в этой так называемой мирной жизни, у него было очень много живого и неживого, что занимало место Бога в его жизни. А сейчас да. И посмотрите, как сейчас разделилось наше общество. Часть людей мобилизует. Очень много, я знаю, добровольцев приходит в военкоматы сейчас. Но у нас не меньше, а может и большее число сейчас побежали из страны. 200 тысяч человек только территорию Казахстана перебежали. Это ведь само по себе говорит, что все началось как нельзя кстати. Что если бы наше общество в таком состоянии продолжало жить и разлагаться, то страны бы просто не стало. Вот что бы вы могли, как священник православный, сказать молодым людям, которые нас сейчас слушают и видят? Которые готовятся к конкурсу? Да, которые ждут, призовут, не призовут. Ну первое, что хочу сказать, что нашу страну, кроме нас с вами, никто не защитит. А если мы все убежим из страны, никто не придет вместо нас ее защищать. Что угроза очень серьезная, но это объективный факт. То есть пока мы сражались просто с украинцами, которые я считаю нам не враги, просто обманутый народ. У нас еще были какие-то победы. Как только присоединилась вся западная мощь, можно сказать, уже не скрывают, уже американские военные штатные уже фотографируются на территории Украины и говорят, что мы едем. Когда присоединилась вся западная военная машина, тогда у нас начались проблемы, просадки. Потому что пока мы к таким противостояниям не готовы. И я понимаю, что Господь нам такие ситуации посылает не случайно. Как я уже сказал, что надо что-то делать. Исходя из опыта многотысячелетнего церковной жизни и вообще верующего народа, верующего истинного Бога. Сначала израильский народ, потом римская власть, потом российская империя. Мы видим, что когда народ отходил от Бога, начинались проблемы. Войны, конфликты, революции со всеми проблемами вытекающими. Люди приходили в себя и спустя несколько поколений, 50-100 лет, опять забывали о Боге, опять отпадали. И опять начинались эти проблемы. Поэтому Господь от нас сейчас хочет, я думаю, осознанной жизни. Для чего мы живем? Почему мы живем? Что нужно для того, чтобы наследовать Царствие Небесное? Это очень важные вопросы, которые люди себе в обычное время не ставят, к сожалению. И вот Господь специально делает такие специальные условия, которые помогают человеку задуматься о временности своей жизни и о вечности, которая, надо сказать, не за горами. Поэтому, с чего менять свою жизнь? Конечно же, первое, чему нас учит Церковь, это покаяние. То есть, без покаяния никакого изменения в жизни нет. На примере Великой Отечественной войны мы видим, что пока духовенство Русской Православной Церкви из концлагерей и тюрьмы не выпустили, никакого изменения на фронтах не было. Скажите, случайность? Нет, так это работает. Пока люди не начинают молиться, пока храмы не наполняются до отказа верующими людьми, на фронтах ничего не меняется, к сожалению. Это объективный факт, объективный факт исторической реальности. Поэтому, если мы хотим, я уверен, что мы победим. Для меня победа – это воссоедение нашей исторической Руси, которую искусственно поделили Украина, Белоруссия, Россия, ближайших дружеских государств, соединения и мирная жизнь. Для меня это победа. Я понимаю, что ни украинцы, ни американцы нам не враги в полной степени. У нас один враг – это дьявол. Если мы будем четко распределять, кто у нас враг, а кто просто обманутый человек, тогда мы будем ориентироваться на поле боя. И тогда мы не будем убивать тех, которые подворачиваются нам под руками. У нас не будет, по крайней мере, той агрессии к тем людям, которые наши братья, но заблудшие. Поэтому начинается все с покаяния, начинается все с причастия, изменения нашей жизни. Вот я говорил, что у меня нет никаких сомнений, что мы победим, но вопрос цены, он тут играет одну из ключевых ролей. То есть, чем раньше народ покаяется и придет к Богу, осознает и начнет менять свою жизнь, тем этих потерь будет меньше. Тем меньше масштабы будут этой трагедии. Я благодарю вас, батюшка, за эти исторические параллели, это здорово сейчас прозвучало. Я так подумал, что первая спецоперация, которую Бог устроил, уже докатившемуся до осатанини, оскотинивания человечества, это был потоп. Помните, как Священное Писание об этом говорит? Не может пребывать дух мой в этих людях, потому что они плоть, то есть они животные. И вот я сейчас наблюдаю это плотское мышление и плотское вообще состояние людей, когда дороже земной жизни, земных благ, материальных благ, которые люди здесь приобретали, у людей ничего нет. Я вижу это по тем комментариям, которые пишут люди под нашими видео. Люди паникуют, они просто озлоблены, они не могут сдержать своих эмоций, они теряют самое драгоценное, что у них есть. Они видят покушение на свое земное благополучие. Ну и вот очень кстати то, что вы сейчас сказали, что Бог всегда показывает нам, что для нас главное, что самое главное для нас это Он Сам, а все земные блага у нас от Него. Вот, конечно, как поэт сказал Блажен, кто посетил все миры в его минуты роковые, мы сейчас переживаем очень драматичный период нашей истории и наше молодое поколение. Я не знаю, как мы с вами, но вы еще молодой человек, а я-то уже, так сказать, в годах, может быть и меня тоже призовут, может быть и мне придется где-то поучаствовать в этой спецоперации. Но я тоже разделяю ваш оптимизм и уверенность в нашей победе. Если Бог сейчас так нас наказывает, значит есть перспектива, значит это не бессмысленно, значит Он-то видит, Он-то знает в вечности своей, какими мы выйдем из этой истории. Он уже, это перед его глазами. А у нас это только во времени сейчас разворачивается весь этот процесс. Мы еще дозреваем до этого. Нам предстоит сейчас пройти эту внутреннюю переплавку. И мне наблюдать это, конечно, вот как человеку, как врачу, как православному христианину, с одной стороны, я сострадаю всем. Я понимаю людей неверующих, я им сочувствую, я знаю, что им внутри себя не на что сейчас опереться. Но будет на что опереться благодаря тому, что сейчас нам Бог попустил. И дай Бог, чтобы мы вышли из этой драматичной очень истории, но не катастрофичной, это не катастрофа. Как бы не хотели превратить всю историю в катастрофу, те, кто за этим всем стоят, нет, это еще не катастрофа. Да, нам придется пережить весь драматизм событий, но выйти из этих событий такими, какими нас хочет видеть Бог. Очень хорошо, что вы сегодня пришли к нам в студию, патюшка, первый раз. Но готовьтесь, я вас буду приглашать, потому что у вас наверняка будут какие-то еще истории интересные, которые вы могли бы нам здесь рассказать нашим слушателям и зрителям. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие друзья, я вам напоминаю о том, что Радиоподвижник проводит марафон, и мы ждем от вас ваших рассказов и эссе о вашей малой родине, таких рассказов, которые вызвали бы у людей любовь к своей стране, к своей родине. И вы можете озвучивать эти материалы сами, а можете присылать нам просто тексты, мы сами их начитаем и укажем автора. А если не захотите, вы останетесь анонимными. Сейчас я с вами прощаюсь, будьте здоровы и с Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова